Центральный театр 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 Ну, свои постели постилают, они там гимнастику делают, умываются. Ну, в общем, все то, что делают и ребята. Это очень смешной, веселый спектакль. А вот для ребят постарше мы показываем романтическую героинку. Там уже есть какая-то борьба, там уже что-то может быть страшное. Но там тоже непременно, конечно, герой этого спектакля побеждать что-то злое и бороться не за свое счастье, а за счастье других. Вот мы играем «Волшебную лампу Аладдина», играем «Маугли». Вот такое мы играем для старших ребят. А для вас, для взрослых, для которых вот сейчас мы будем показывать вам спектакль, мы им играем, главным образом, сатиру. Мы уже показали по телевидению несколько наших спектаклей. И для ребят мы показали. Мы показали Чукоколу, мы показали сказку Андерсена, Спиранский ее переделан, называется у нас «Солдат и ведьма», а Андерсена называется это «Солдат и огнива». Мы показали вам необыкновенный концерт. Это наш такой основной спектакль, мы его уже сыграли 6000 раз. Мы вам показали божественную комедию, а вот сейчас покажем «Ноев ковчег». Но это мы его поставили именно потому, что божественная комедия у нас как-то удалась, понравилась всем, и мы решили продолжить эту линию библейского сюжета. Конечно, по-настоящему Библия тут ни при чем. Это только для сюжета взято, а речь-то идет о каких-то взаимоотношениях человеческих наших. Ну, что же «Ноев ковчег»? Я не знаю, кто меня сейчас смотрит и кто меня слушает. Тут, наверное, есть и ребята, и, может быть, есть и люди 30-40-летнего возраста. Ну, вы, вот 30-летние, вы-то, конечно, Библию не читали и не знаете, что это такое потоп. И зачем этот новый ковчег? Ну, вот тут, может быть, бабушки рядом с вами сидят какие-нибудь, так спросите. Бабушки, наверное, знают. Они там когда-нибудь в свое время закон Божий издавали. Значит, в Библии есть такой рассказ о том, что был всемирный потоп. И что, чтобы человечество не все потонуло, Бог оставил одного праведника, Ноя, со своей семьей, поместил его в ковчег, значит, предложил взять с собой животных по паре каждой породы, и все это набилось в ковчег, и все это поплыло. Потом 40 лет, не зачем лет, 40 дней плавало, все время лил дождь, все, значит, там погибли. Бог вообще, он не очень добрый гражданин, он злой. Он взял и всех погубил только из-за того, что кто-то там где-то согрешил. Он взял, всех погубил, Ноя спас. И, значит, они поплавали, ну и высадились на горе Арарат почему-то уж. Я не знаю, почему это они высадились на Арарате. С моей точки зрения, там только растет, значит, виноград. Ну, в общем, они там высадились. Вот это сюжет. Мы его так и взяли. Написал это Исид Владимирович Шток. Но это сюжет, а тема совсем другая. Потому что женили наскоро этих сыновей Ноя, значит, кто на ком. А это не получилось. Этот не любит эту, а этот не любит эту. Вообще скандалы. Скандалы такие, как и у нас с вами бывают. Нормально, если кто не на той женился, так будет скандал. Или кто, значит, не за того замуж вышел, то будет скандал. Оказывается, надо было в перекрестке, не так надо было их женить. А Бог не разбирался. Он вообще в психологии не шибко понимает. И, значит, туда нагрузились все звери. Их очень много. И потом все они выгрузились на этой горе Арарат. Но кончилось это фактически тем, что Иной и вся его семья поссорились и с Богом, и с чертом. Потому что толку, оказывается, ни от того, ни другого никакого нет. И надо только на себя надеяться. На человека. А не на Бога и не на черта. Но Бога у нас играет человек живой. И черта играет человек живой. И архангела играет человек живой. А все, значит, вот там Ной, его жена, дети их и жены детей. Это все куклы. В этом смысле спектакль отличается от многих других спектаклей. Потому что он соединяет в себе и кукол, и людей. Ну, мне очень хочется, чтобы он вам понравился. Он смешной. И в чем-то нравоучительный. В конце концов, несмотря на то, что это вроде как Библия, спектакль-то абсолютно современный. Вот все, что я хотел вам рассказать. А теперь смотрите. Субтитры создавал DimaTorzok Архангел. 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 Зови ко мне дьявола. Слушаюсь. Опять клевещись на людей? И на ангелов. На. На вас не угодишь. Вы довели меня до того, что я стал дьяволом. А теперь обвиняете в клевете. Да, клевещу. Однако, я клевещу дружески, доброжелательно. И каждое мое слово чистая правда. Когда вы говорите правду, это называется истина. Когда я клевета. Ты говори по существу. Не виляй перед Господом. Вы организовали землю, создали людей, изгнали меня. Мне ничего не оставалось, как организовать ад. Вы людей охраняете, я их совращаю. Совращенные попадают в ад, терпят там вечные муки. Праведники попадают в рай. Но меня это уже не касается. О всех делах вас информируют ангелы. И все идет как следует. Но что делать, если ангелы вам... ...вас информируют неправильно? Ну ты, не тебе судить ангелов. Знай свое место. Я вызван на консультацию. Пусть, пусть говорит. Да что его слушать-то? Не нравится. Не любит правду. А факты? Факты вопиют. Дети Адама и Евы распустились. Пьют, лгут, блудят, работать не хотят. Обманывают друг друга. Мы не успеваем обрабатывать такое количество грешников. Не хватает топлива, сковородок, котлов. Ад на бинт грешниками. Мы просто не подготовлены к такому наплыву. Да у нас помещения такого нет. А в то же самое время рай пустует. А мы за количеством не гонимся. Ох, демагог. В то же самое время рай пустует. Кто в этом виноват? Ангелы. Получив ваше разрешение спускаться на землю и, так сказать, курировать людей, ангелы завели шашни с дочерьми человеческими. Клевета, пошлость. Факты. Факты. Сперва обхаживали девушек, наигрывали на лютних, а потом стали совращать. Появились дети. Гибриды. Полуангелы, полулюди. Из них выросли исполины и хулиганы. Некоторые из ангелов совратили по нескольку дочерей человеческих. Дрались, менялись. А то что ж такое? Что ж такое? Фамилии у тебя есть? Пусть назовет фамилии. Да. В отличие от ангелов, черти никогда не бывают голословными, потому что им не верят на слово. Им приходится доказывать свою правоту. Вот фамилии. Людей и ангелов. Покажи. Дай сюда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Это что ж такое? Что это? Иллюстрации. Иллюстрации вырежешь, и передашь мне. Слушаюсь. Итак, спектакль начинается. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я. Я. Хабабиел. Я. Хабабиел. Хабабиел. Я. Хабабиел. Я. Хабабиел. Я. Я. И другие. Мы. Вы обвиняетесь в том, знаете, в чем вы обвиняетесь? Нет. Признаете себя виновными? Нет. Ах вы еще и виновными себя не признаете. Свиневы, а не ангелы. Вы что, библии не читали? Знаете, что там сказано? Там сказано. Все там сказано. Архангел. Здесь я, господи. Цитируй. Когда сыны божие Увидели дочерей человеческих, Что они красивы, И стали брать их себе в жены, Которую кто избрал. Это пропусти, пропусти, пропусти. Ближе к делу. С того времени, Когда сыны божие Стали входить К дочерям человеческим, И те стали им рождать. Источник. Библия. Первая книга Моисеева «Бытие». 1884 год. Издательство «Фогель», Москва-Кузнецкий мост 4. Спасибо. Что? Нечем крыть? Нечем. Входили к дочерям человеческим. И они стали рождать. Вы знаете, как это называется? Вы знаете, как это называется? Это называется использование служебного положения в личных целях. Негодяи. Признаете себя виновными? Признаем. Охотно признаете? Охотно. То-то оглашаю приговор. За нарушение установленного порядка И подрыв авторитета Выразившегося В беспринципном срастании Отдельных ангелов С отдельными дочерями человеческими В результате чего Появились отдельные дети И был подан плохой пример людям 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 И для предупреждения подобных случаев Ангелов Строго наказать И лишить Чего? Этого Самого Всех? Всех? Без исключения Не будет у вас теперь Этих возможностей И будете вы Чисты и невинны Как ангелы А сейчас скажите спасибо За снисхождение И славьте меня Слава тебе, Господи! Слава тебе, Господи! Слава тебе! Любовью увлекая Господь Господи! Мы все погибли Покончательно Вы Нас избавили От Похотей Вы Были Вы очень к нам внимательны, как хорошо жить без желания. Мешает страсть сосредоточиться, мы благодарны вам заранее. Нам ничего уже не хочется, мы благодарны тем не менее за то, что нас лишили страсти. Какое это наслаждение, быть ангелом, какое счастье! Слава тебе, Господи, слава тебе, Господи, слава тебе! Слава тебе, Господи, слава тебе, Господи, слава тебе! Зачем это тебе было нужно, а? Я за справедливость борюсь. Вот и доборолся, за это тебя и сделали дьяволом. Подожди, тебя еще в рядовые черти разжалуют, будешь знать, как бороться. Пусть разжалуют, зато у меня совесть чиста. Совесть? А у дьявола совести быть не может. А если может быть, то ее не видно, потому что он черный. А ангелу совесть не нужна, он и без того белый. Ну, какие отклики? Господи, все вас благословляют. Считают, что принятые меры необходимы и своевременны. А-а-а! Ну, у тебя какие сведения? Примерно те же самые. Те же самые, ага. Ну, ладно, а вот с людьми что делать будем? Ангелы-то тебя не только развратничали, а люди пьют, воруют, врут, бездельничают, друг друг подсиживают, ленятся. Меня не уважают. Господи, а может, их того, как ангелов, а? Да ты что? Перестанут плодиться, вымрут. Ну и хорошо, жили и без них прекрасно. Нет, совсем без людей нельзя. Господи! Ну? А что, если погасить солнце? Пусть себе безобразничают в темноте. Да они в темноте такой-то безобразничают. Потом не разберешься. Господи! Ну? А что, если их всех взять и утопить? Признать в сотворении мира ошибкой и концы в воду. Твои соображения? Извините, что я даю советы. Я спрашиваю. Считать сотворение мира ошибкой? Не надо. Наоборот, это же ваше большое достижение. Сотворение мира. А людей утопить надо. Но не всех. Ага. Оставить одного праведника. И начать все сначала. Ага. Но! Только уже под вашим личным наблюдением. А ну, конечно, конечно. А праведник у нас есть? Вот праведника у нас как раз и нет. Праведника-то у нас нет? Нет. Нет, так надо сделать. Нет, так надо сделать. Слушаюсь. Неси жизнеописание. Будем... Будем выбирать достойного. Ну? Растратчик. Развратник. Растлитель. Душегуб. Да что у тебя? Лучше-то никого нет, что ли? Можешь на другой планете поискать. А на других планетах нету жизни. Деревня. Да на других планетах-то. В жизни-то нет, дурачок. Вот и на нашей тоже пусть не будет. В жизни-то. А, ищи какой. Читай дальше. Боюсь, тоже не подойдет, господи. Пьяница. Ну, все же пьяница. Среди пьяниц тоже хорошие люди попадаются. Ной. Винодел. Ну? Дедушка его, Муфусаил. Всей его жизни было 384 801 день, потом умер. Отец Ноя Ламех. Всей его жизни было 284 801 день, потом тоже умер. Да, округляй. День рождения, день смерти, считай за один день. Ну, как будто они в командировке были. Лично Ной. Ну? Ему на данный момент округляю 180 тысяч дней. Какие о нем сведения? Довольно благоприятные. Под праздник выпивает, но на улице не валяется. Богобоязнен, молчалив, необразован и сер. Необразован и сер. По-моему, подходит. Можно его назначить праведником. Ваше мнение? Если я его буду хвалить, вы его забракуете. А если я буду ругать, вы мне не поверите, я воздерживаюсь. Перестраховщик. Ну, это... Как его найти? Найти невозможно, адрес не указан. Что ты будешь делать, Фадик? Не поможешь? Нет, ничего легче. Он здесь. Я догадывался, что вы на нем становитесь и пригласил его сюда. От вашего имени, конечно. Скажи, пожалуйста, а? Можно на тебя положиться? А ты исчезни. Но люди не должны знать о наших с тобой контактах. А, ну да. Большое спасибо. Ага. Э! Давай, зови. Мой! Подожди! Зови! Ной, сын Ламеха! Войди ко Господу твоему! О! 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 КОЛОССАЛЬНО! И вы здесь, господи! Здравия желаю! Браво! Ной! Ной! Человек праведный и непорочный! Так точно! Конец всякой плоти пришел перед лице мое, ибо наполнилась земля злодеяниями, и вот как истреблю я их всех, свеча земли! Ай, господи, что же это будет, а? Слушай, Ной, что я тебе скажу? Построй себе ковчег из дерева гофер. Гофер. Гофер, гофер, ага. Отделение сделай в ковчеге. Ага-га-га. А смоли его смолою. Внутри и снаружи. И снаружи. Ага-га. Сделай его так. Ага. Длина его будет 300 локтей. 300 локтей? Ширина 50 локтей. 50 локтей. Высота 30 локтей. 30 локтей. А чьих локтей? Да ты... Моих или ваших локтей? Ты меня не перебива. Это потом, в рабочем порядке. В рабочем порядке. Ага-га. Вот, что у меня здесь сказано? Ибо тебя увидел я праведным предо мною вроде семь. Вроде семь. Сем. Сем. Нет, вроде семь. Семь. И всякого скота чистого возьми по семи. Мужского пола и женского пола. И женского пола. Что-то много получается. Семью семь, 59. Да, да. Сорок девять, господи. Ах, сорок девять. Ну, тогда ничего. И искотание чистого подва мужского и женского пола. И женского. Ибо через семь дней я начну изливать дождь на землю. Сорок дней. Сорок на сей. И истреблю все существующее, что я создал. Ой, ой. А семья моя. Какая семья? Жена моя. Старуха моя. Старуха твоя остается с тобой в ковчеге. В ковчеге. А сыновья мои? Какие сыновья? У него три сына. Сим, Хам и Афет. Что ж ты мне раньше не сказал? Да я не успел, господи. Считал несущественным. Сыновья остаются женами. А может их утопить? Люди должны плодиться, размножаться. А старухи-то. А старухи-то. Какое размножение? Сыновья остаются с женами. А они еще не женаты, господи. Женить, подобрать достойных. Всех троих? Всех троих. И Афету только семь лет, господи. Ну, подобрать шестилетнюю. Пусть будет на год помоложе. Ну, действуйте. Готовьтесь. Стройте. Плывите. Человечество. Для того, чтобы тебе жилось как следует, тебя надо сперва утопить. Веселей, веселей. Торопитесь. А куда торопиться? Над нами не каплет. Когда будет капать, тогда будет поздно. Через три дня начнется... Что? Что? Ну, что? Что? Я пока не могу сказать, что. Такое мокрое. Мокрое дело. Потоп. Потоп? Все знают. На базаре только об этом и говорят. Такой шухер стоит. Вот видите? За три дня мы должны построить ковчег. Погрузить животных. Да еще женить вас. Не может быть. Красота. Не может быть. Не может быть. Не может быть. Невест для вас уже отлавливают. Красота. А нас спросили, хотим мы жениться или нет. А кто вы такие, что вас спрашиваете? Есть указания, вот и все. А может мы еще не созрели. А может я и... Если я когда-нибудь женюсь, то только по любви. Когда-нибудь по любви. Не когда-нибудь сегодня. И не по любви, а по необходимости. А меня тоже по необходимости. Тоже. Порядок. А что за девочки? А-а-а. Первый сорт. На твой вкус. Да. А что ты понимаешь в девочках? Я. Я отказываюсь. И я. Я тоже отказываюсь. А я согласен. Почему-то я должен всю жизнь мучиться с вашей мамой. А вы отказываетесь. Не будет этого. Или вы сегодня же женитесь, или потонете к чертовой матери. Понятно? Ну ладно, женимся. Только не ори. Пошли покурим. Молот еще. А к жене-то так не молот. А как курить, так молот. За работу. Через три дня ковчег должен быть готов. За три дня мы не уложимся. А, где там разговорчики? В крайнем случае сдадим с недоделками. В пути доделаем. За работу. За работу. Давай откроем, пусть подышит. Ой, что же с нами будет, девочки? Сижу я дома, пью чай. Вдруг рвается вот этот здоровенный архангел. Хватает меня и, ни слова не говоря, сажает в корзину. А я была на танцах. Я танцевала с одним мальчиком. Интересный такой, вежливый, воспитанный. Он сказал мне, что его зовут Хам. И вдруг меня взяли прямо из детского садика. Даже манной каши не дали доесть. Что же с нами будет, девочки? Что же с нами будет? Будут вас замуж выдавать. Ой, и меня? И тебя. Ой, ну, интересно, а за кого? А за кого? За сыновей Ноя. Этот который праведник? Ой, какой ужас. Уображают, какие у него сынки. Ой, посмотреть бы на них, хоть в щелочку. А, замуж выйдите, насмотритесь. Ну, я совсем не хочу замуж. Я еще девушкой как следует не побыла. А я хочу замуж. Но только не за всякого, а за того, за кого я хочу. А вас никто не спрашивает. Дяденька. Ну, дяденька с рожками. Ну что? Что тебе, милая? Выпустите нас отсюда. Не положено. Нет, вы будете не панить. Не положено. Не положено. Стоп, 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 стоп. Не положено. Не положено. Обратно, обратно. Ну-ка, обратно, я что-то сделал. Ну-ка, спокойно. Я не могу, я не могу, я не могу, я не могу. Пуда? Закрывай. Тише! Что ты делаешь, женский пол? Ну, женский пол, подумай. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Господи! Всё в порядке! Мы погрузились! Закрыть? Сейчас! Сейчас! Вот! Так, вторая! Можно начинать! Ой, Боже, как же я! Глава, тебе, Господи, слава, тебе, Господи, слава, седер! Всё! ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Слави и штоп! Вот хорошо, свободный. Архангел! Архангел Михаил! Миша! Здесь я, Господи! Где ты там пропадаешь? Дьявола ко мне! Дьявол! Иди к Богу! Я здесь! Ну, как... Как... Ну, что ты каждый раз загрязняешь атмосферу? Ну, как там это, человечество? В полном порядке. Все утонули. Ну, а садись. Куда ты их дел? Как куда? В ад, конечно. У меня там такая скучность, такое переполнение. Вы бы мне отвели небольшой участочек на земле после потопа. Зачем это? Для организации филиала ада на земле. Слушай, идея хорошая, об этом мы еще подумаем. Так, ну, а это... Чего они кричали-то, когда тонули? Ну, вас проклинали. Желали вам зла. Сравнивали вас с извергом. С тираном. Даже, извините, с сатаной. Ну, ты, не распускайся. Действительно. Правильно, что мы их утопили. Потому что грешники. Так им не надо. А эти, которые на ковчеге? Те живут припеваючи. Еды у них вдоволь, воды сколько угодно. Все счастливы, господи. Вас славят. Потому что праведники. Значит, вы в них не ошиблись. Господи, а может сократим срок потопа, а? Нет, нет, нет. Сорок дней, сорок ночей. Как в Библии. Фу. Брось ты эту свою клюшку. Харламов. Иди сюда. Следи за ковчегом. О каждом их поступке докладывай лично мне. Слушаюсь. Ну вот. А теперь... Ля-ля-ля-ля-ля. За тех, кто в море. Ковчег плывет нормально. Да, отец. Ковчег плывет нормально. Звери. Накормлены. Гады. Присмыкаются. Птицы. Куры несутся, ласточки щебечут, орлык не кочут, ворон каркает. Каркает. Рыбы. Плавают. Они сами по себе. Надо бросать им крохи с нашего стола. Пусть подбирают. Пусть подбирают. Каждый занимается своим делом. Ты следи, чтобы они все это выполняли. И все вы вместе чтите меня. Ну, а ты что будешь делать? А я праведник. А праведник ничего не должен делать. Иначе он может совершить какую-нибудь ошибку. И тогда он уже не будет праведником. Возблагодарим Господа и приступим к трапезе. Благодарим тебя, Господи, за то, что ты все так хорошо устроил. Наша жизнь превосходна. Мы не имеем к вам никаких претензий. И в высшей степени, в высшей степени довольны. Ам-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э- Стирайте, стирайте как следует Не жалейте воды Ой, у меня от этой стирки так огрубели руки Если наши мужчины хотят быть чистыми, пусть сами на себя стирают Мужчины сами по себе чистыми не бывают Это и зоны такими делают Можно подумать, что они носят сразу по 10 рубашек И даже больше А у моего мужа и офиса никакого белья нет Только трусики Все, хватит Я на ваших мужей стирать не буду Я к вам, жены, со стиркой не нанималась Все, батя, я тоже не нанималась Все, хватит, я тоже не нанималась Хаму я еще могла бы постирать рубашку Но только хаму Твой муж Сим Ты, кажется, забыла? Он ходит такой грязный, что на него смотреть невозможно А зачем же ты на него все время смотришь? А зато на Ию все время смотрит папа Ной И щиплет, когда никто не видит Вот тебе, чтобы не подглядывала, не подслушивала Чтобы мне первой говорила А вы, негодяйки, разбойницы Вас позвали, чтобы стирать А вы перебираете грязное белье За работу сейчас же Я сказала, что стирать не буду И я тоже не буду Эх, я тоже не буду Нет, будете, будете И до потопа, и после потопа Мы, женщины, всегда будем стирать белье Ой, Господи, ну, кажется, я дурак Стирка, стирай, стирай, стирай Шли ночи, но никто не спал Ной, Ной Ты спишь? О, сплю Ты не спишь Не сплю Сегодня утром посчитала деньги И собралась на базар Не тут-то было Тсс Если ты не замолчишь Я тебе такое устрою Дом наш утонул Родственники захлебнулись Мы мотаемся по морю Как какие-то мигранты Так что ты мне еще можешь устроить, а? Там увидишь Ной Наши дети Не имеют полного счастья в личной жизни Конкретнее Ну, взять хотя бы и Афета и Ритку Какое воспитание Если в эти годы их уже поженили Ритке Шесть лет А В мои годы Не выходили замуж Раньше одиннадцати Жизнь идет вперед А ты заметил, как мрачен Сим И как его молодая жена Все время смотрит на хама И как он на нее смотрит Так родственники не должны смотреть друг на друга А жена хама и Ия Все время хохочет Она веселая Хохотушка Чем тебе не нравится Ия? Тем, что она тебе нравится Ты все время засматриваешься на нее Это не солидно, но это все замечают Это все замечают Пусть следят за собой И ты тоже следи за собой Кто, я? Да Думаешь, я забыл, как ты 150 лет тому назад Заигрывала с моим дедушкой Мафусаилом Я с дедушкой Мафусаилом? Да Я с дедушкой Мафусаилом Ой, боже мой Я с дедушкой Мафусаилом В хорошенькое плаванье мы пустились Не правда ли? Замолчи! Если ты немедленно не замолчишь Я выброшу тебя из ковчега Выброшу, вот и все О, посмотрите на этого праведника На этого деспота, развратника Послушайте, что он говорит Он меня выбросит Я довольна, Зиночка Я сама тебя выброшу Я, я хочу спать Ох, только во сне я могу наконец забыть Что я праведник Ой, 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 ой Ой Хам Ты что-то сказал? Я молчу А о чем ты молчишь? У меня есть о чем молчать Ой, 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 ой Хам Иди ко мне Зачем? Поговорить 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 О чем? Ты мне муж или не муж? Если хочешь знать, я молчу о тебе О себе Обо всем На свете Тебе этого не понятно Куда уж мне? У нас разные цели Разные идеалы Если у человека идеалы, он не должен жениться Ха, идеалы В меня до потопа были влюблены пять шикарных парней У них не было никаких идеалов Но они бы знали, что им делать Когда рядом молодая жена Оставь меня, Ия Ты красивая, молодая, прекрасная Но оставь меня наедине с моими мыслями Муж должен быть наедине с женой А не с мыслями Мыслитель Зануда Что ты все время вздыхаешь? Грустно Вспоминаю дом наш Ромашки на лугу В усеке Нашла, что вспоминать Сорняки Грубый ты Недалекий Недалекий Эх, кончится потоп Куплю себе штуку На двух колесах И Привет Кончится потоп Я утоплюсь В тихом ручье Под обрывом Сяду на колеса Только меня и видели А над могилкой надпись Ее Не любили Она Не любила Над чьей Могилкой? Над моей Привет Грубый ты Нечуткий Далекий Далекий То недалекий То далекий Не выходила бы за меня замуж А разве я тебя выбирала? Меня и не спросили Ну если б меня спросили Я б тебя точно не выбрал Как ты разговариваешь с женщиной? Отстань Интеллигенция Ты чего вздыхаешь? Очень есть хочется Обжор А жена не должна критиковать мужа А ты откуда знаешь? Папа так сказал маме Да еще прибавил Женат Да убоится Мужа своего Боится? Тогда я Не буду твоей женой А ты ко мне Привыкнешь А привычка Перейдет В любовь Врешь ты все Папа так сказал Проси моего Алла Да еще прибавил Стерпится Слюбится А я тебя Никогда не полюблю У нас разные Идеалы Идеалы Чего-чего? Идеалы Твой брат Хам Все время так говорит Своей жене Ии Ритка А? Нас все время Называет мужем и женой А вот Как это Никто не говорит Наверное надо все время смотреть на взрослых И делать как они Почему? Я слышала как папа Ной кричал на Сима и Хама На вас дети смотрят На вас дети смотрят А мы не смотрели Значит Мы должны все время на них смотреть Ну конечно И тогда мы оправдаем их надежды Какие надежды? Мама Дина сказала Кажется наши дети Вырастут бандитами Интересно Ну Как там у них дела-то? В высшей степени благополучно, господи Не ропщут? Пока нет А ты Не понимаю Я спрашиваю Не понимаю, господи Ну я тебя спрашиваю Ты не лакируешь? Да что вы, господи Как можно? Ну А как там у них Это дела Ну В личной жизни? Как по Библии, господи И прилепи сожжена К мужу своему И будут два Во плоть Едину Иди ты А это Че-то я не понял Че ты сказал? Хо Ни одной несчастной пары Влюблены друг в дружку До невозможности Вот и все Ну Зови этого дьявола Ага Иди к Богу Иди к Богу Я здесь Ох, что? Что это? Что это? То здесь, то? То здесь Это у меня чисто профессионально Извините Ну что? Что будем делать дальше? Господи А может потом прекратить? Нет Сорок дней Сорок ночей Сорок ночей Как я сказал Вот что Приверни немного хляби небесные Пусть им будет полегче Слушаюсь А вот по-моему Пусть им будет потруднее Почему это? Праведник А праведников надо Проверять А эти он прав Нечистая сила Открой хляби небесные До отказа Слушаюсь Дай им бурю Дай им голод И посмотрим Как они себя будут вести Слушаюсь Действуй Слушаюсь Ковчег плывет нормально? Пока В трюме две пробойны Я их заткнул слонами Звери? Вымирают От чего? От голода На каждого покойника Надо составлять акт С нас спросят Гады? Даже не присмыкаются Птицы? Куры не несутся Ласточки не щебечут Орлы не кликочут Один ворон ругается матом Ворон? Да Кто его научил? Вы? Он слышал Как вы беседуете Со своими сыновьями Ну хорошо Насколько дней осталось Продовольствие? Ни на сколько Вот Последний сухарь Сейчас мы разделим его На восемь частей Больше есть нечего Да он просто забыл про нас Заманил на этот ковчег И забыл Ай-яй-яй Как мы попались Да А ты Праведник Что? Вместо того Вместо того Чтобы устроить скандал Молчишь Это только со мной Ай-яй-яй 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 Хорошо устроил Наша жизнь превосходна Чтоб у него у самого Была такая жизнь Я этого не слышал Хорошо Мы не имеем к вам Никаких претензий И высшей степени Высшей степени Мама Дина Папа Ной Мама Дина Папа Ной Мама Дина Что? Земля Нет Мыш Какая мышь? Их было две пары Да? Ну Серая и белая Да? Белая Бел Так вот Одной белой мыши Нет Ой Ты хорошо все осмотрела Все трюмы Вся каюты Нигде Значит ее нет Ни среди живых Ни среди мертвых Нету Вас нас спросят Перевернуть Весь ковчег Но найти Взять фонари Спуститься в трюм Там где продукты Никаких продуктов Там нет Может быть мышь Еще этого не знает Разбиться на группы Не везет Мыш Та самая Инвентарный номер 1701 А теперь посмотрим Как маленькая мышка Будет причиной Больших Неприятностей Мышь 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 Ни на кого Нельзя положиться Все приходится Делать самому Где эта мышь? Ну когда в такой темноте Ты ищешь мышь Ха Если бы это был слон А это мышь Чтоб она пропала Вот она и пропала Мышь 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 Тоже жена называется Мышь 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 Какое у тебя красивое имя Хам Мышь 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 Поцелуй меня В первый И последний Шанс Мне стыдно Погаси фонарь Фуфу Мышь Выш, выш, выш! Дождь стучит опалубу, а я думаю, что это ты меня зовёшь обедать. Нет, я больше никогда не подойду к тебе. Я больше никогда не позову тебя обедать. Обжора. Сама обжора. Стирай бельё, ищи мышей, люби мужа. Ой, кому это надо? Кто это? Я. Самая весёлая бабка на этом корыте. Всегда ты сумеешь сказать что-нибудь приятное. Не то что мой, чокнутый. Речь идёт о моём любимом брате Хаме. О моём мечтателе, о моём придурке. И ты недовольна своим мужем? Разве можно быть довольным мужем, который не мужчина? Вот ты, Сим, ты совсем другое дело. Мне кажется, твоя жена Вала не ценит тебя. А ты бы ценила? Ещё бы. А ты? Ещё бы. Ой. Мышь, 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 мышь. Где, 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 где она эта мышь? Убежала. Ротажей! Вы дубиятцы, ротажей! Ой, ой, ой. Отец, отец, отец. Что? В трюме ещё две пробоины! Ого! 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 Так, сейчас я это всё зафиксирую. И все узнают, что у них за создатель. Сперва создал людей, потом утопил. Авантюрист! Ой, что это делается? Ещё две пробоины! Тихо, тихо! 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 Сейчас я буду роптать! Тише! Он будет роптать! Наш праведник хочет роптать! Господи! Тебе мало, что ты всех утопил. Только нас, избранников своих, оставил для размножения. Теперь ты до нас добираешься? Такого уговора не было! Не было! Помогите! Помогите мне встать! Помогите! Помогите! Другой на моём месте давно бы тебя проклял! Но я... Я пока сдерживаюсь! Не доводи меня до этого! Не доводи! О-о-о-о! О-о-о! Помогите! Помогите мне подняться! О-о-о! 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 Сейчас я его проклянул! Сейчас он его проклянёт и все попадут ко мне в ад! Вместе с праведником! Будь ты! Вернись! Пу-у-у-у-у-у-у-у-у... Отвернись, я сказал! Будь! 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 прекратить. Люди выдержали испытания. Ковчег проплавал. Сорок дней. Сорок ночей. Вот что. В ресторане Арарат. Что я такое говорю? На горе Арарат растет крупный пфу. Так точно, господи. На горе Арарат все приготовить к банкету. Я лично буду приветствовать спасенное человечество. Действуй. Слушаюсь. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что выбрал именно тебя, а не какого-нибудь другого мерзавца Большое спасибо Ваше путешествие закончено И теперь вы все счастливые будете жить на этой земле А че? Че это вы еще молчите? Но мы пока еще не счастливые, господи Ты видишь, Ноя, он пьяница и бездельник И я несчастлива с ним уже 150 лет Сделай так, чтобы я наконец стала счастливой, господи Нас выдали замуж не за того, кого мы любим, господи И нам плохо, господи Господи, сделай так, чтобы мы любили того, кого мы любим Нам мало того, что мы остались живы Мы хотим быть счастливыми, господи Господи, нас заставляют брать пример со старших Ну сделай их счастливыми, господи Да, чтобы мы могли брать с них пример Сделай нас счастливыми, господи Стойте, стойте, стойте Стойте, стойте Перестаньте просить Это же, же не красиво, как вы просите Я не могу вас сделать счастливыми Почему? Не знаю как Чего не могу, того не могу А что могу, то могу Ну а что же вы можете, господи Я могу Зимлетрясение могу Чуму, калеру, грипп Эпидемию могу Диабет Гипертонию Вот это сколько угодно И это в моих силах А счастливыми я вас сделать не могу Зачем оно вам это счастье? Как зачем? Мы же люди, понимаете, люди Скажи, пожалуйста, тебя еще слушать, щенок А меня надо слушать Почему это тебя надо слушать? А вы что, Библии не читали? А что там Библии? А там сказано Устами младенца глаголит истина Ах, глаголит Глаголит Ну и делайте, что хотите Я вам больше не помощник Ну а если не помощник, то зачем же вы нам тогда нужны, господи? Ах, я вам не нужен Ну и оставьте меня в покое Отстаньте от меня Нет уж, это вы от нас отстаньте, господи Безбожники Атеисты Хулиганы Ну и черт с вами, прости, господи Благодарю за внимание Спасибо за внимание И вот так всегда Заварят кашу, а расхлебывают другие Ну, ребята А я вам тоже помочь ничем не могу Живите, как хотите Чао Как же это, как же это так? Без Бога, без черта Как мы жить будем, а? Ничего обойдемся Сами свою счастье устроим Ведь мы же люди Правильно Тем более, что мы действительно люди Действительно люди Ваше здоровье Ваше здоровье Ваше здоровье Редактор субтитров А.Семкин